Приветствую вас на канале RedCat! Сегодня вместе с спидранерами, которыми мы проходим Дорс, мы решили попробовать пройти игру Радужные Друзья 2. Что из этого получится? Давайте смотреть. Итак, ребята, запускаю таймер и остановлю его, когда уже мы будем выходить из эпизода. Итак, ребята, мы поделили, скажем так, сектора, куда мы будем бежать и, соответственно, будем там искать все лампочки и сносить на центр. Ну что ж, ребята, я смотрел, что тот маршрут, по которому я иду, занимает 45 секунд. Соответственно, через 45 секунд приблизительно я должен быть на старте и буду ждать остальных. Надеюсь, что они тоже довольно-таки быстро пробегут свои маршруты. Эть! Забрал мне лампочку. Ну да ладно, ребята. Так, я, ребята, к сожалению, отключил звук самой игры, потому что мы много общались, скажем так, в войсе, чтобы вам это не слушать. Я думаю, это вам будет некомфортно это слушать. Соответственно, я наложил музычку и теперь, ребята, ждем остальных. Так, 53 секунды, ребята. Ну, быстрее, быстрее, еще 2, 2. Вот, несет. Есть! Ну, грубо говоря, 1 минута. Это значит, что не идеально. Если было бы идеально, то, наверное, бы... А, ну хотя нам надо было еще добежать. Не, нормально, отлично. В принципе, время очень хорошее. Попытка номер 2, ребята. Мы опять разбежались. По карте. Теперь мы ищем огнетушителей. Ой-ой-ой, и передо мной! Передо мной желтый нет. Так-так-так, ребята, ребята. Ё-моё! Жить! Хочу жить! Как жить-то? Так. Время, ребята, этой катки уже похуже. Из-за того, что монстров стало больше. И, соответственно, с ними бороться чуть-чуть тяжелее. Так, падаю вниз. Боже мой. Тут одного кемперит уже синий. Второй пытается его как-то отвлечь на себя. Ну, короче, довольно-таки сложно. У нас еще 2 парня отвлекали на себя, видите? Этих животных, этих монстров. Чтобы они не мешали нам выполнять. Ну что, 2 минуты, ребята. 2 минуты это долго. То есть, по идее, вот сейчас, если бы все все нашли и прибежали, вот-вот, видите, у этого челика, у этого челика был огнетушитель. Вот мы его ждали. А он не мог выйти, потому что его кемперил синий. Потому что я пробежал, как раз, видите, справа он тогда спрятался. А Алекс пытался выманить на себя синего, для того, чтобы он мог оттуда уйти. Но, опять же-таки, белый, его ник на босс начинается. Он виноват, что долго обходил. Если у него был в этот момент огнетушитель, то он мог просто направо побежать, а не обходить так долго. Ну ладно, ребята, забыли все, что было. Сейчас уже новый раунд, и нам нужно собирать лукасы. Как вы видите, ко мне бежит желтый. Кстати, карма, видите, босса как раз настигла, про которого я вам рассказывал. Вот, и сейчас его как раз убило какое-то животное. Так, подозреваю, что это был зеленый. Может и синий, но точно не желтый. Итак, ребята, я бегу. Несу лукас, уже 7 принесли. О-оу, проблемка. Ладно, попробую. Рискнул. Фух, под рукой пробежал. Так, левоси без 10, ребята. Здесь ничего не закатилось. И теперь ждем два других. Все, готово. Отлично. Три минуты на три задания. Ну, в целом, я бы сказал, секунд на 20-40. Можно еще было бы улучшить. Но это прям-прямо все идеально должны сработать. Это, наверное, можно только, когда монстров совсем не будет. Потому что они все-таки мешают. И из-за них приходится перестраивать свои маршруты. Так, я вижу, ребята, пачку сахара. Судя по тому, что ребята туда ушли, там уже ничего нет. Так, Лерку настигло какое-то животное. За мной голубая бежит. Также там бревы рядом зеленые. Поэтому я оттуда мотаю. Надеюсь, что другие ребята что-то понаходили. Не только я. Так, тут кто-то постоянно в коробке на спавне прячется. Пишет, что у нее плохой интернет. Там, по-моему, была у нас утка. Так, несет, несет мастер. Он сказал, что он несет две коробки. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это мне повезло, ребята. Я прыгнул. Там голубая кемперева. Как я в нее не попал, не знаю. Так, 4 минуты 22 секунды, ребята. Можно сказать, что это уже, ну, просто крутой рекорд. За 4.22 основную часть пройти. Мне кажется, это довольно-таки быстро. Ну, по крайней мере, где-то как минимум на минуту быстрее, чем проходили бы рандомы. Дальше, ну, по сути, ребята, дальше все одно и то же время будет, потому что здесь у нас уже карты. Давай уже, давай, давай, все, время пошло. Здесь уже ничего не добавишь, не убавишь, потому что время, которое мы сейчас потратим, оно фиксированное. То есть, тележки быстрее ехать не будут. И, соответственно, как бы мы ни старались, все равно прохождение будет этого эпизода именно одинаковое. Опять же, такие, ребята, я не знаю, до какого эпизода надо считать, что вот уже прям игра пройдена. Будем считать до того момента, когда, как бы, закончится анимация, когда голубой за вами бежит. И, скажем так, переключится кадр. Хотя там, опять же таки, еще будет анимация синим в конце, как он спит. И только потом будет уже Rainbow Friends написано и тому подобное. Титры и так далее. Но вы уже сами решите для себя, ребята, где кончается, скажем так, эпизод самой игры. Что можно считать пройденным. На мой взгляд, можно считать пройденным именно до того момента, когда ты можешь повлиять на игру. Дальше, когда идет уже заставка, это, по сути, как бы уже конец игры. Ну, собственно, ты там ничего на это никак не повлияешь. Соответственно, можно уже сказать, что ты игру прошел. Все, ребята, мы устремляемся сейчас на вагонетках и посмотрим, какое у нас общее будет время. Опять же таки, ребята, по сути, вы можете улучшить это время. Это не самое идеальное время, потому что я засекал, что даже самый длинный маршрут занимает где-то... Ну, 45 секунд, может, если там где-то еще плюс-минус от какого-то монстра увернуться, пускай 50 секунд. Соответственно, если вы разбежались в четырех, если у вас четыре человека, вы разбежались в четыре разные направления, то через 50 секунд вы должны встретиться все на старте. И, соответственно, сдать все те штучки, которые у вас были с собой. У нас где-то в среднем получалось это за минуту, точнее не так, 50-55 секунд где-то на эпизод, на каком-то было где-то минута 20-30, вот. И, соответственно, вот такое время у нас вышло. Так что где-то на какие-то там 10 секунд каждый эпизод можно улучшить, ну, грубо говоря, секунд на 30, я думаю, можно итогово улучшить то время, которое мы сейчас покажем. Все, ребята. И теперь проходим эпизод. Я думаю, что здесь очевидно, что мы не сможем зафейлить, потому что тут уже довольно-таки все просто. Поворачивайся в нужную сторону, и все будет хорошо. Кстати, ребята, к вопросу о том, что происходит, когда у вас едет три человека. И что происходит, если у вас едет два человека на тележке? Как вообще она поворачивается? Я так понимаю, что если два человека едут, один налево поворачивает, второй направо, то тележка едет прямо. Если три человека, два из них поворачивают в определенную сторону, то тележка, вагонетка поворачивается именно в ту сторону, куда поворачивает большинство. Сейчас, видите, мы все три поворачиваем направо. Окей, погнали! Ю-ху! Круто! Так, пролетаем, проезжаем. Замечательно. Теперь, ребята, налево. Е-е-е! Круто! Пробежали. Едем дальше. И последний, ребят, поворот направо. Итак, ребята, восемь минут занял эта дорога. Что я хочу сказать? Обычно, когда мы играем на стримчиках, мы проходим где-то за 13-14 минут всю катку. Так что это время намного лучше, чем то, которое мы показываем на стримчиках. Но имеется в виду, когда я с рандомами играю, не со спидранерами. Так что, ребята, все-таки мои спидранеры довольно-таки неплохо сыграли и показали хороший результат. Можно было получше, но это, я же, как уже сказал, это зависит от рандома. Где что заспавнится, где монстры, где будут, скажем так, эти те же лукасы, как разлетятся по карте и так далее. Тем более, что мы, ребята, не используем какие-то там читы или еще что-нибудь. Думаю, что читеры, естественно, могут пройти катку еще быстрее. Так, ну что, погнали-погнали, ребята. Пока-то совсем немножечко осталось. И сейчас я уже буду останавливать таймер, как только закончится анимация у синего, точнее голубого. Так, все. Вот здесь, в принципе, уже можно останавливать. Вот здесь, вот на этом моменте 9-15 секунд. Где-то вот так вот. 9 минут 15 секунд. Но я давайте еще вот этот момент тоже оставляю. Хотя вы видите, что мы уже ни на что тут не влияем. Но, тем не менее, вот сейчас, вот видите, кадр переключился. И, можно сказать, на этом я и закончил отчет. Ну что ж, ребята, вот такая вот катка получилась. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал. И спасибо всем моим спидраням. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok